Танька в красном, жизнь прекрасна. Здрасте, здрасте, здрасте. Друзья, привет. Мы снова в Нижнем Новгороде и по вашей просьбе мы все-таки решили собрать все игрушки, которые есть на данный момент в магазине в один обзор, потому что, как оказалось, вам неудобно. Мы хотим поискать их среди всех новинок, чтобы посмотреть динозавра, там собачку какую-нибудь красоту или еще здесь. Поэтому мы сейчас покажем то, что на октябре 2020 на текущий момент есть в ассортименте, продается в магазине Никея Нижнем Новгороде. Пойдем. Ну, близко, я подходить не буду к вам. Чтобы понятно было габариты. Тихо, тихо, осторожно. По децибелам меняется, оглушаетесь. Ты снимаешь? Да. Слон 1300. Раньше был такой еще маленький, но сейчас только вот такой лошаденок. Смотрите, какой классный. Вообще, вы знаете мое мнение касаемо икеевских игрушек. Я их нежно люблю, они все хорошего качества. Давайте я вам на одной примере покажу. Это для тех, кто первый раз вообще наткнулся на обзоры икеевских игрушек. Все вышитое, никаких пластиковых элементов нигде. Можно дать и детенышу помусолить, помуслякать, и собаке, и котику. То есть, очень часто икеевские игрушки покупают для настоящих животных, для того, чтобы было с кем поиграть. Все швы спрятаны вовнутрь, и все игрушки совершенно спокойно можно стирать. Вот такая вот красота. Значит, слон. Мы не устанем повторять, что икея очень трепетно относится к детям. К детским товарам, игрушкам, мебелью. И положи ты эту игрушку. Так, короче, слон 1300. Дальше. Панда. 999 рублей. Ну, панда это классика. Я только маленького не вижу. Нет, больше ее. А, есть все. А, нет, есть, да, средняя. Вот такая пандюха. Он же давно у нас. Давно, очень давно. Поэтому на таких сильно внимания не заостряем, потому что их уже миллион раз показывали. Лев 1300. Смотрите, расчесать прям настоящий царь зверей. Царь короля. Это я. Это я. Вы похож? Нет. Не стану, да. Так, большой медведь. Он, кстати, подешевел. Был 1799, сейчас устал 1499. Причем это не акция. В верхней части он немножко бесформенный, поэтому его можно... Очень няшно обнимать. Да, да, вот так вот. За счет того, что у него ближе к шее, там набивки мало. На это и расчет. Лапки. Так, дальше у нас вот такие собакины. Такая лайка стоит... О, они подешевели. 999 рублей. И вот такой ретривер золотой. Ой, лайка хаски это. Стоит тоже 999 рублей. Смотри. А глаза там вышитые или там пластиковые? Вышитые. У икеевских игрушек все глазки вышитые. Вот ретривер. Вот такую забагу, а тяжелую. Гав-гав-гав-гав. Наш с нами не живет. И вот такая хася. А можно вот так вот сверху покрутить его? У хасок вот здесь пустовато прям у многих. Поэтому когда, если сами покупаете, да, выбирайте набитых. Но имейте в виду, идеальных игрушек нет. Очень часто такие претензии бывают от клиентов. Вот я хочу, чтобы все было ровненько, идеальненько. Ребят, ну не бывает. Они все прям вот разные. Где-то кривенько, где-то косенько. Но соотношение цены и качества я считаю адекватным. Все игрушки не стоячие. Да. К сожалению. Они вот. Они не идут. Оно у них безформенности идет. Ой, кого-то обидели. Игрушку не купили. Пойдем дальше. Мягкая игрушка собака Вен Глиффен. 399 рублей. Это с мультиком. Кто? С мультиком похож. С какого? 32 сантиметра. Штаны не снимаются. Кстати, с стиркой проблем нет. Можно в машинке до 60 градусов. Дальше. Вот этот у нас товарищ живет дома. У него еще и ухо отодранное. Его кто-то у нас пожрал на прогулке. Если мне не изменять пазию, стоит 399 рублей. По-моему, мы собаки-то покупали. И собака, наверное, его. Нет. Это Аленкин был лев. Его, я не помню, с кем-то мы гуляли. Короче, я чей-то собакевич утащил и пожевал. А дальше. Перчаточная кукла. 499 рублей. Перчатка вот здесь. Вот. Можно элегантно по ночам пугать. Купить, что ли? Тебя пугать будут. Пшшшш. Пшшш. 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 Сбежал. Ах, блин. Так, кошарик тоже наш друг был. Мы два таких потеряли, пока в коляске катались. 399 рублей. Кот бело-серый. Вот малыши еще более-менее устойчивы. Ну, то, что они маленькие. Так, золотистый ретривер. Есть еще поменьше. 549 рублей. То есть можно собрать там, условно, папа-мама. Не кучи. Ну, тут большинство игрушек имеют папу-мама. Как и собачки, так и медвежата, так и зайки. Так, зайка. 549 рублей. Покрутите, ну, чтобы и попа видно было, и хвостик, и лапки. Мне прикольно, зайка. Так, дальше. Бернская овчарка. 549. Понимаете уже, да, что в одном ценовом диапазоне игрушки примерно одинакового размера. Если вот зайка 549 и собачка 549. То есть вот они примерно одинаковые. Да, Юрьевич? Так, вот это вот вообще вечная игрушка. Три поросенка. Они в трех цветах. Бело-розовый, серо-розовый и чисто розовый. Вот с таким хвостиком. Хвостик прям такой натуральный. Ушик отдельно выделено тканью. Смотри, даже нос. Вот прям вот эти пуговицы без единой. Все с вышивкой. Очень классный хрю-хрю. Очень добрые игрушки. Но они настоящие. Вот такие, какие они должны быть. Ну, вот посмотрю, заходя в магазин, тоже очень известный. И какой-то там, наверное, юношеский мир. Не будем делать рекламу этого магазина. Вот, все знаете, с семи лейбуком. Там есть игрушки, но они есть нейтральные и злые. Нету такой доброты. Фаблер. Известный самый мишка путешественник. Вот, 99 рублей. Самая, наверное, популярная игрушка для кисок и для собачек поиграть. Дальше маленькая панда, 299 рублей. Полный аналог, большой. Та же хвост. А там есть? Это пипка. Так, львенка показала, сказал 349 рублей. Хас есть тоже маленький, 349. Часто бывает акции 279. Но видите, вот такой. Ну, кривенький, ушки кривенькие. Ну, вот он такой вот милашный. Лапы даже непропорциональные. Как настоящий щенок. Они же все такие. Так, перчаточные куклы. Кстати, вот эти вот игрушки очень давно, ребят, продаются. И есть такое подозрение, что скоро будут выходить из ассортимента, потому что идет потихоньку замена. Вот такая вот сова. Очень любит логопеды для занятий. То есть она настоящая. Ей можно вот делать любую эмоцию ребенку. 349 рублей тоже. Наш любимый мишка. Тоже бывают акции. 299 рублей дешевле не был ни разу. 349 рублей. Сейчас хвостика маленького пипульки нету. Вот такой медвежончик. Дальше по 179 рублей. Линейка Дьюн Гель Скок. Разные модели. Но в нижнем остался мини-слон. И все. А были еще обезьянки, пандочки. Львята. И еще, по-моему, кто-то. Так, что, пойдем к динозавров? В самые-самые интересные. Динозавров мы вам показывали в одном из обзоров новинок. Значит, динозавры все то же самое. Маленький и большой. 599 рублей. Кстати, динозавры могут стоять. Видишь, на одной руке держу. Хорошие, жесткие. Все плотненькое. Но при этом тканевое. И вот прям натуральный-натуральный. И не злой. Вот такой динозавр. Стигозавр. Тоже 599. Колючки по разным сторонам. Так. Пойдем дальше. Прям как ты движешься. Вот такой динозавр. Велоци... Раптор. 599. Напоминаю, ко всем есть еще и большущие. Смотри, даже спинка располосана как надо. Вот это уже пошло антистресс. Где у меня микрофон? Планета. Так, и смотрите. Новая линейка игрушек. Сага 100 по мотивам детских рисунков. В принципе, Икея это делает из года год. Но в этот раз прям вообще офигенные. Да, Дев? Смотри. Лапки шуршат. Как у конфетки. Конфетка. 349 рублей. Вот она. Но они кожи каждый год интересные. Да, прикольные. Надо каких-нибудь парочек взять для разнообразия коллекции. У нас даже глаз голубой есть. А лама 349 рублей. Ничего у нее не шуршит? Детям так видно. Нет, ничего у нее не шуршит. Просто такая вот лама. Кстати, глаз у нее просто в качестве таких петелек. Земля. Глобус человечек. Ножки. Вот тут желательно поподробнее. Потому что она объемная. Липучка. То есть можно как удобно. Сердечко в одной руке. А другая ручка просто прилипается. То есть он со всех сторон как мячик. Ну, прям вот глобус. Земелька наша. Вот не будем мы ее любить и оберегать. И о боковой не заботиться. Будет злая. Ой, вот эта милота мне вообще очень понравилась. Тоже 349. Они вообще получают вся линейка по 349 рублей. Это кто у нас? Мышка божья коровка. Тут божья коровка. А тут мышка. С лапками. Раз, два, три, четыре. Да. Прикольнее, да? Если бы это взрослый придумал сказать, что ты курил. Снимать. А если ты дети придумали? Это норм. Так, у нас еще остался бурый мишка. И у нас еще остался баклажан-машинка. Баклажан-машинка мне безумно понравился. И цена тоже 349 рублей. То есть это прям полноценная игруха, да? Что вот для... А давай купим в машине. Назад мне полку поеду. Да, шоу. О, лёгий. Сиреневый. Жалко, он в сиреневой машине нет, да? Нет нас в сиреневой машине. И бурый мишка. Тоже 349 рублей. На самом деле коллекция интересная, добрая. Даже уши разные. До чего вот это все детально прям вот. Не классно. Вообще огонь. Так, пойдем дальше в динозавриков. Смотри. За 799 есть динозавр-анкилозавр. В чем его фишка? Я уже показывала. Этот динозавр превращается в яишка. Вот так вот, 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 вот так вот. Нету вашего динозавра. И он залепляется еще. Здесь еще, да, на залепухе. Кстати, кто давно не был в Межгородской Икеи, вас ждет сюрприз на парковке. Потом напишите какой. Как и нас. Да, нас тоже. Приехали и не поняли, зачем это сделано. Да мы не будем. Пусть это, друзья, товарищи, напишите сами. Кто из Нижнего? Вот он. А вот яишка. Пойдем, больших еще динозавров снимем. Вот это вообще, это вот для меня вот прям. Я бы всех забрала домой, но меня муж обещал из дома выгнать. Бронтозавр полторы тысячи. Смотри, какой офигенный. А можно я маленького принесу, если он здесь у нас есть? А у нас их нету. Потому что мне кажется, мы их в Москве тогда снимали, что ли, или у нас, я уж не помню. Так, бронтозавр показала, 1500. Дальше. Анкилозавр. Вот это уже большие, да, которые я сейчас показывала, яйцо. Тоже 999 рублей. Можно прям целую ролевую игру сделать. И смотри, кстати, большая разница с последними новинками, они стоящие. Да, динозавры все стоят. Что не скажешь, вот по мишке, панде и слонику. Так, дальше. Трицераптоз. Вот он. Ну, если маленький на руке стоял, это тем более. Ну, поставим, да, это ради числоты эксперимента. Ну, давай. Ну, как вот. Ну, условно стоящий. Но все равно, более-менее. Ну, огонь просто. Вот очень красиво сделано. Мне безумно нравится коллекция. Вообще, последние коллекции все больше и больше реалистичности. То есть, это не синий динозавр. То есть, вот камер написано. Не красный. А вот такой, какой он должен быть. А при этом дитю очень удобно с ним дрыхнуть и обниматься. Так, и последний другая. Это у нас. Тираннозавр Рекс. Кстати, имейте в виду, коллекция ограниченная. И если вы так думаете, ой, да я там где-нибудь потом на распродаже, вы дождетесь до того, что их не будет. Ну, распродажа же будет, но ее очень быстро разберут. Они не успеют. А вот этот не хочет. У него лапа тяжелее. Нет, просто я сам поражаюсь немножко. Как Икея заморочилась, она сделала отдельную ткань. Структуру ткани отдельную. Ну, где-то нашли поставщика, который просто эту ткань поставил. Ну, очень классик, очень красивый. Прямо реалистичный, реалистичный. Бум-бум-бум-бум-бум. Я бы еще в середине мешочек с это, шуршащий туда положил бы. Зачем? Антистресс. А, ну, соответственно, большая... Раньше у некоторых игрушек это было. Большая акула-блохей. Блохастик. Не будем подходить. Она всем уже знаменитая. Ее даже... Чуть не только не делали. Да, кстати, ее сейчас продают везде, где только можно. И розовую, и голубую, и серую, и какую-то даже зеленую находить. На 100 рублей дешевле. Обалдеть. В общем, игрушки мы вам показали. Вообще, детский отдел – это наша любовь. У нас практически все есть дома, то, что есть в Икее детского. И мы довольны очень всеми позициями. А мягкие игрушки мы собираем аж с 2008 года, когда только родилась Надюшка. И нам, ну, там, да, в честь рождения ребенка, сестра моя троюродная из Москвы присылала подарок. И спрашивала, что вам присылать. Я говорю, пожалуйста, икеевскую игрушку, пожалуйста. Для нас тогда это было дикостью и недоступностью. Вот. У меня все. Кстати, хочу напомнить. Можно? Да. Если есть срочные вопросы, какие-то проблемы, которые нужно решить по Икее, пишите в мой личный Инстаграм. Это быстрый способ коммуникации. Почему? В Ютубе нельзя писать голосовые. А с учетом нашей занятости, а вы уже давно знаете, да, что мы два вида бизнеса ведем. И с учетом того, что вы сейчас полностью ушли в работу онлайн, мне очень быстро вам записать голосовые в Инстаграме. Ссылка в описании, ребят. Пойдем покусим. А не, рано ли? Наверное, рано. Ну все, мы дальше пошли. Мы пошли дальше работать.